Меня зовут Максим Богинский, я основатель компании InvestConnect Management и компании CondoDeal.ca. Я также real estate broker и финансовый адвайзер. Перебрался в Канаду я в 2005 году, до этого 13 лет я проработал в Нью-Йорке. В молодости был профессиональным спортсменом, и когда рухнул железный занавес, мне довелось объездить очень много стран. В некоторых из них мне предлагали жить и работать, но я рад, что я остановил свой выбор на Канаде и ничуть не жалею, что перебрался сюда из США, хотя многие стремятся, наоборот, поменять Канаду на Америку. Максим, мы знаем, что вы профессионально помогаете людям зарабатывать деньги на инвестициях к недвижимости, но я знаю, что раньше профессионально вы занимались спортом. Это так? Расскажите об этой странице. Да, абсолютно правильно. Это, можно сказать, в прошлой жизни моей было, потому что я довольно-таки рано закончил спортивную карьеру, мне было 22 года. Но, действительно, я занимался профессиональным спортом с 10 лет. Последние годы, это был 89-й, 90-й, 91-й год, я входил в сборную команды России, тогда еще СССР точнее, и два раза был призером чемпионата СССР. Довольно-таки много раз выступал на международных соревнованиях и много раз был в призах. Наверное, самый лучший мой результат – это был второе место на чемпионате Европы и Нью-Русской. Ничего себе. А какой вид спорта? Легкая атлетика – это прыжки в высоту, называемые фосберифлоп. Понятно. А как вот получилось так, что вы оказались в Канаде? В Канаде, во-первых, я оказался не напрямую. Я в 92-м году уехал в Нью-Йорк, я прожил там 13 лет. Наверное, переезд из тогдашней России был просто вынужденный, потому что я разносторонний человек, то есть у меня много разных бизнесов было в жизни. И в свое время после окончания спортивной карьеры у меня был ресторан в центре Москвы. Годы, сами знаете, какие были. Это неспокойные 90-е, скажем так. Я просто был вынужден по определенным причинам уехать. И я долгое время работал в Нью-Йорке. В Нью-Йорке я учился, в Нью-Йорке у меня была своя строительная компания, то есть мы строили дома и так далее. А только в 2005 году я уже окончательно… Ну, я много приезжал в Канаду, был совместный бизнес с Канадой, но окончательно я перебрался в 2005 году. Но вы не жалеете, что вы перебрались в Канаду? Абсолютно никогда не жалею. И вообще я встречал людей… Вот Нью-Йорк – это такой город, две категории людей. Есть категория людей, которые безумно его любят и которые его ненавидят. Я относился к второй категории, то есть мне никогда он не нравился. Здесь мне нравится гораздо больше. Я правильно понимаю, что всю вашу жизнь в Канаде вы занимаетесь недвижимостью? И в Канаде, и в Нью-Йорке началось заниматься недвижимостью, наверное, абсолютно случайно. То есть я жил в Нью-Йорке, и мне захотелось, поскольку я люблю природу, купить дачу. Вот на тот момент у меня было 5 тысяч долларов. И я купил дачу с 5 тысячами долларами. Даже сейчас помню, она, по-моему, стоила в районе 70 тысяч долларов. Это было в Пенсильвании, там час сорок езды от Торонто. Вот с этого момента как бы… Ну, в общем-то, я и начал заниматься инвестициями, да. И потом этот дом вырос в цене, а потом я уже учился в Нью-Йоркском университете. Я стал понимать, как работает система финансирования и так далее. От этого все и началось. Я так понимаю, сейчас одна из сфер, где можно заработать – это даунтаун Торонто, многоэтажные здания. Вот почему-то бытует такое мнение, что зарабатывать можно только, когда растут цены и так далее. Это не инвестиция, это спекуляция. Если вы пытаетесь купить задешево, потом ждете, пока это подорожает и продаете. Вот, поэтому мы этим не занимаемся. Спекуляция – это очень риски. Да, кто-то в свое время на этом зарабатывает, но можно очень сильно и погореть. И я знаю миллион случаев, когда люди проигрывали на спекулятивных сделках, потому что рынок, он не вечен, он не все время идет вперед. Реальные инвестиционные стратегии, они позволяют зарабатывать на любом рынке. Больше того, я вам открою такой секрет, что на падающем рынке зарабатывается больше, чем на растущем. Даунтаун прекрасный, даунтаун растет, но есть и другие места. Есть, например, Китченер, который безумно растет сейчас, а цены в половину от даунтауна, а рента чуть-чуть меньше, чем в даунтауне. То есть получается, что там даже выгоднее сейчас покупать. Но с дальнострочной перспективы, я уверен, что даунтаун – это самая надежная инвестиция, и мы увидим цены еще в два раза дороже, чем что. Какие три совета вы предложите новым иммигрантам, которые только начинают свое обустройство в Канаде и хотят добиться финансового успеха? Ну, первый, наверное, очень важный совет – это то, что, как правило, люди, приехавшие в Канаду, если они не переехали из Европы или из Америки, где они уже сталкивались, они абсолютно не понимают систему кредитования. Они боятся кредитов. И тут я хочу заметить, что есть два вида кредитов. Это так называемый good debit и bad debit. Что такое bad debit? Это вы купили себе машину в кредит. Вот это bad debit. То есть вы попали с этим. Машина будет дешевле, 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 а вы будете платить, платить за нее. А есть good debit – это когда вы взяли какую-то сумму в банке под процент, и разместили ее, чтобы эта сумма работала в данном случае в недвижимость. Но это может быть и другой какой-то инвестиционный инструмент, просто с высокой степенью гарантийности. И чтобы это росли деньги. Это называется good debit. Поэтому не надо бояться good debit, не надо бояться кредитов. Другое дело, что, конечно, надо это делать с осторожностью, надо оценивать свои возможности и так далее. На своем личном примере скажу, что я мало ошибался в плане инвестиционных сделок, но, скажем так, я никогда не проигрывал, но я много раз недовыигрывал. И недовыигрывал только из-за собственной осторожности. То есть, например, скажем так, я оцениваю, что я сейчас могу оформить такую-то недвижимость, но это будет в притирочке к моему бюджету, и я ухожу в более дешевую. И это дешевая не дает потом такой профит, как та дала, а в итоге все получилось хорошо, и я бы мог бы оформить тоже. Поэтому не бояться кредитования, но делать это очень умом. Это первый момент. Второй совет, который однозначно я хочу дать тем, кто приезжает сюда, это то, что не заходить в рент. Это утопия. Не арендовать. Не арендовать, покупать при первой же возможности. Потому что через какое-то количество лет, там, повезет через два, не повезет через семь. Но вот эта купленная недвижимость вами, она вам даст возможность кредитоваться под нее и развивать вот этот снежный ком. Ну и третий момент, конечно, если есть возможность, а часто люди, я говорю, что думают, что нет возможности, а в действительности приходите на консультацию, посидим, я расскажу, как это работает. И при первой же возможности надо вкладывать деньги, инвестировать. И это дает возможность, причем чем раньше вы начали этим заниматься. Меня очень радует, что мы семинары проводим, и очень много молодежи в последнее время стало приходить. Потому что если ты начал заниматься этим в 25 лет, то к 45 годам ты абсолютно обеспеченный человек, не зависящий ни от работы, ни от чего, и семья твоя на два поколения вперед обеспечена. Поэтому не бояться этого и начинать как можно раньше.